ребята добрый вечер на связи татьяна викторовна пешнякова и я вас всех рада приветствовать и сегодня мы с вами постараемся создать слепить замечательную открытку ко дню 9 мая вот задание сегодня занятия наша будет не совсем обычная с таким как бы небольшим рассказом экскурсом в историю мы с вами попробуем сегодня вылепить вот такой вот замечательный танк кв-1 дальше вырежем звездочку соответственно и дополнительная предлагаю объясню как украсим вот эту открытку такой вот красивой ленточкой вот значит что нам для этого понадобится смотрите значит три цвета цветного картона красный зеленый синий шаблон рисунок танка я вам отсканирую и он будет размещаться под видео по ссылочке как обычно нам понадобятся стеки атласная или георгиевская ленточка вот такой вот узкий двусторонний скотч карандаш степлер ножницы и вот такие вот достаточно ограниченные строгие цвета пластилина зеленый черный красный это в принципе все да давайте сначала подготовим основу картон наши вот посмотрите пожалуйста на заготовки небо да я вот здесь вот по периметру налепила скотчик и вот так вот двусторонний вот видите при вас вот так вот обрываю значит его остаток теперь мы аккуратно аккуратно монтируем небо а вот таким образом до монтируем небо на нашу основу вот у нас получилось небо и земля дальше давайте сразу же при вас шаблон звездочки я также размещу по ссылке под этим видео да там есть такая опция описание видео и есть такая в ю тубе симпатичная фраза еще вот когда вы кликаете на это слово описание она как бы разворачивается и соответственно там вы увидите две мои ссылочки на google диск по ссылкам будет лежать соответственно вот этот скан нашего рисунка и наше замечательное немножко нам получилось кривенькая звездочка ну ладно ничего страшного и наша замечательная звездочка вот такая значит звездочку мы подготовили пока мы ее откладываем смотрите что важно когда вы будете вырезать ленточку я вот здесь вот на остатки я покажу смотрите что чтобы у нее вот эти красивые хвостики по получились ровненькими да посмотрите я ее складываю пополам вот но начинаю движение ножницами не от центра а с краев то есть чтобы наши хвостики не разошлись их очень важно отстричь от краев ленты и к центру вот таким образом не наоборот потому что в случае а если вы будете резать от центра до где вот а атлас он такой скользкий да у вас хлястики они просто вот вырежутся криво это не совсем не совсем верно вот ну смотрите значит ваша заготовка готова и также как в рисунке с египетской кошечкой я сейчас возьму карандашик за и точно так же за штриху видите держу карандаш плашмя наклонно досочку убираем таким образом и оттиском точно так же как с нашей кошечкой мы сейчас с вами рисунок танка на картон перенесем значит его вот так вот где-то положим по центру да и более жестким карандашиком я обвожу наш к в 1 знаете пока я обвожу я бы с вами хотела ребятки поговорить о таком понятии как военный подвиг что это такое вообще да был один эпизод великую отечественную войну с танкистом асом зиновием колобановым это уникальный случай в историческом вообще в исторической и военной практике зиновий колобанов он как раз воевал именно на этом танке к в 1 и когда шло наступление фашистов им дивизию это было в украине на гатчине и мы в дивизию пришел приказ сдержать наступление немцев наступление фашистов то есть ценой жизни был приказ просто стоять насмерть вечером колобанов со своим экипажем приказ получил и у него была ночь подготовиться к этому бою я так понимаю что им и сразу из разведданных пришло сообщение что вражеских танков будет где-то больше 20 20 машин а у колобанова был всего танк вот этот 11 по моему в наличии но эту информацию кому интересно еще ребятки вы сможете уточнить я оставлю ссылку также на ролик вот и зиновий колобанов он очень хорошо учился в школе и он ребятки знал что вот посмотрите вот эта башня вот это вот да башня кв-1 она в принципе очень прочная то есть если вот так вот показать то вот это вот броня она равняется 10 сантиметров вот то есть пробить прямым попаданием снаряда эту башню очень тяжело вот у него созрел такой замечательный то есть я считаю что просто гениальный план он поручил своему отряду я сейчас попробую вам нарисовать то есть чтобы мы не просто сегодня вылепили некий как бы не понятный танк а чтобы вы маме папе бабушки дедушки смогли бы эту замечательную историю рассказать был вот такой взгорок вот здесь вот располагалась такая достаточно болотистая местность болота вязкая и посередине этого болота была одна единственная такая более-менее проезжая дорожка да ну вот и и нарисуем вот так вот где-то там дальше начинались стога поля нарисуем так вот тога сена было достаточно раннее утро и что придумал гениальный стратег и военный зиновий колобанов они вот здесь вот выкапывают такую специальную яму и они в эту яму вот таким образом погружают тело танка которая которая пробивается снарядами средних танков то есть корма у танка менее прочная чем башня и и соответственно из этой ямы как бы на противника вот таким образом выходит только дуло да экипаж весь сидит внутри танка и вот наступает утро ранее да и он поручил значит положить в танк много достаточно снарядов боекомплектов наступает утро и вражеская колонна средних танков нужно сказать что приказ стоять на смерти вы просто вдумайтесь то есть он был воспринят спокойно и буквально и вражеская как колонна танков начинает медленное движение по этой дороге один танк ну я вот нарисую как бы условно второй третий четвертый значит все эти вражеские танки они средние да то есть их броня не такая прочная как у к в 1 4 5 6 и колонна медленно продвигается между болотами вот этого нарисуют какие-то такие деревца то есть между болотами как бы к горизонту значит они насчитали колонну вражеских танков 22 машины да вы вдумайтесь в цифру 22 машины и когда идут секунды там минута две три да и сердце просто замирает и когда колонна из 22 танков вся выехала на эту вязкую зыбкую дорогу колобанов отдает экипажу приказ и они стреляют в первый танк они обездвиживают первую машину противника они ее поджигают колонна останавливается за замирает и сразу же как бы после перезарядки где-то по моему секунды 4 5 после перезарядки они стреляют в последнюю машину колонны противника она тоже за загорается и таким образом они обездвиживают 22 машины противника противник естественно от теряется то есть фашисты и не понимают и какое-то время фашисты начинают палить по стогам думая что танки спрятаны под соломой но это не так естественно через какое-то время за залпов потому что стояла канонада на много километров до естественно вот здесь вот из танка вы вы ходит пламя до естественно фашисты обнаруживают место дислокации колобанова но так как это пригорок и так как торчит только крепкая броня башни танка противник естественно начинает ответный огонь до ответ но снаряды средних танков отскакивают от брони они не могут пробить этот бой продолжался по моему больше двух часов то есть взаимный арт обстрел был такой что что просто люди глохли от канонады вот и таким образом постепенно один танк один танк расстреливает 22 машины противника вы только вдумайтесь 22 машин вот то есть естественно у врага начинается паника вот это все я так эмоционально рассказываю потому что это подвиг действительно подвиг вот и таким образом один единственный экипаж этот танк к в один выигрывает бой вот зиновия колобанова конечно потом награждают орденом красного знамени и башня это этого танка такие знаете вот прям на фотографиях такие как рытвины рытвины огромные рытвины от снарядов он выдержал более 150 попаданий более 150 то есть это действительно был бой насмерть но я так понимаю что и колобанов и экипаж они остались живы ссылка на более подробный документальный небольшой рассказ будет в описании под видео вот а мы с вами возвращаемся к нашей открытки и легендарному танку так значит ребятки мне на всякий случай придется повторить потому что опять что-то непонятно с записью то ли а она у нас было то ли не было значит посмотрите вот такими маленькими кусочками да я постепенно нанесла вот таким образом камуфляж на башне танка и на его корме вот мы постепенно постепенно вот так вот замазали и дальше я стекой вот кое-где вот таким образом прямо подравниваю четкие тонкие четкие прямые линии да вот таким образом вот замазываем вот здесь вот зеленым пространство между колесиками вот начинаем постепенно вот так вот постепенно не спешим ставим на паузу приступаем клетки 6 вот этих вот колес темно-коричневых значит вот так вот кусочек отщипнули в руках скатали шарик и накладываем вот так вот на наш танк очень удобно теперь значит мы вот так вот постепенно стараемся вылепить 6 колес то есть максимально одинаковыми вот и только в конце мы вылепим черным пластилином или серым у кого какой найдется линию гусеничного полотна дальше вылепливаем последняя шестое колесико вот здесь вот вот таким образом нужно стараться вот значит заканчиваем с колесиками так и теперь вот занимаемся вот этими крайними механизмами а вот я их хочу акцентировать как ты их немножко выделить поэтому я меняю здесь цвет так значит вот мы их во первых делаем побольше да а во вторых мы им меняем цвет так мы их делаем вот такими достаточно большими коричневыми так и точно также с черной сердце а здесь подождите здесь идет не сердцевинка а другая форма значит посмотрите когда я рассматривала рисунок вот здесь стекой мы наметим такую как бы звезду такую как бы это некая шестеренка которая будет крутиться а вот здесь вот у дальнего механизма вот постарайтесь вылепить вот такие вот маленькие треугольнички их несколько здесь должно быть вот и еще чтобы мне хотелось сказать уже мы уже подходим постепенно концу урока что действительно вот таких доблестных военных подвигов их было очень много войну их было десятки тысяч и и если сейчас смотрите как бы популярны некие такие знаете вот голливуд голливудские герои да ребятки которые у которых есть там не знаю волшебные плащи какие-то костюмы сверхспособности да и они за счет этого как бы спасают мир то думаетесь что во вторую мировую мир и победу нам как бы принесли обычные люди мужчины и женщины и женщины например были женщины летчица до героически обычные как мы с вами и именно этот подвиг он действительно настоящий он действительно истинный без плащей без волшебных палочек без каких-то супер доспехов вот и в этом есть значимость настоящая значимость так и посмотрю наверно все таки коричневая и черная она будет тяжеловато я вот нашла небольшой кусочек серого пластилина я вот так выкатываю а подождите мы еще не сделали стоп 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 мы еще не сделали наши вот эти три маленьких колесика сейчас мы быстренько быстренько вылепливаем значит одно идет вот здесь раз второе идет вот здесь два три два три и дальше мы размещаем по нашим колеса соответственно серое гусеничное полотно серых жгутиков для гуси гусеничного полотна я думаю что понадобится такого размера штучки три наверно вот так же к следующему вторнику или среде я постараюсь подготовить еще одну военную историю мастер-класс о женщинах летчица вы знаете ребятки их назвали ночными ведьмами я объясню и расскажу почему очень интересная история вот если возникли какие-то вопросы или пожелания пишите нам комментарии под видео или сообщение 20 так ну а вот наши жгутики готовы постепенно начинаю размещать да то есть вот таким образом мы их немножечко вот так вот расплюскиваем вот но это еще не все значит помимо расплюскивания мы им сейчас нанесем такой очень красивый рельеф такой да чтобы наши гусеницы были такие более реалистичные более реалистичные так вот здесь у меня осталось немножко зеленой бумажки но вам бы я все-таки посоветовала бы ее сделать такой закрыть ее изумрудным пластилином просто так немножко вот видите у меня не хватило сейчас мы тогда доделываем последний наш жгутик вот и не собственно наша работа она практически готова так вот посмотрите но мы это полотно мы его оставим не просто такой без оформленной до колбаской вот а мы его стекой вот обязательно нанесем вот такой рельеф то есть дадим ему ощущение что оно такое как ребристые да потому что вот здесь вот на гусеничном полотне обязательно были такие зацепочки вот чтобы у нас гусеница не слетала вот здесь вот здесь дотяните обязательно изумрудный пластилинчик я уже поставлю как есть но перед колесиками вот здесь все зальете изумрудным так вот таким образом с цепочки можно даже их вот так вот немножечко сделать крест-накрест обычной стекой из набора вот точный список материалов чтобы было немножко попроще родителям я размещу под в описании под видео да еще очень важно сделать вот посмотрите вот у меня тут вот на эскизе на колесики стоят точки мы их тоже поставим потому что они они важны они есть действительно вот такие точки когда он настоящий машины так но я их лучше поставлю наверно каким-то вот так вот тупым карандашиком такой более мягкий да вот это вот острие карандашиком но идеально для этих точек подходит ну вот собственно наш мастер-класс подходит концу и сейчас самое последнее для большего ощущения праздничности то есть праздничности и торжественности момента так как это все таки подарок открытка да мы сейчас с вами разместим ленточку и красную звезду по центру значит смотрите как я это сделаю сейчас значит аккуратно степлером так мы закрепляем здесь вот один конец так немножко не закрепилась так и вот здесь закрепляем вот таким образом сейчас получше второй так вот здесь мы сейчас вот так вот скобы подогнем стекли лучшему методическое вот видите так и дальше мы сделаем вот таким образом чтобы у нас пошла вот здесь вот какая-то такая знаете красивая из ленточки какая-то такая красивая волна красивая волна значит можно ее будет как бы положить подгнет закрепляем теперь закрепляем вот здесь вот это красивую волну так и самое последнее вот так вот таким образом и самое последнее мы вот здесь вот крепим красивую красную звезду так присоединяем на открытку да и смотрите чтобы вот эту скобочку было как бы не так сильно видно я предлагаю сделать вот таким образом аккуратный здесь такой желтенький шарик скатаем таким образом мы его на звездочки растянем вот примерно вот такая вот вот такой замечательный танк вот такая вот замечательная открытка у нас вышло всем спасибо ребятки подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и ждите мой рассказ про героических женщин летчиц которых фашисты называли ночными ведьмами всем спасибо